Радио Болтком. Утро на Болткоме. И на эти, ну и другие, может быть, темы мы побеседуем с командующим национальными вооруженными силами. Леонид Калнынч с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, господин Калнынч. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте начнем действительно с главного. На ваш взгляд, как командующего, насколько серьезная ситуация на границе Латвии и Белоруссии? Ситуация требует повышенной внимательности. И те иммигранты, которые ежедневно пытаются пересечь границу, они в данный момент постоянное количество. И это был самый главный повод, почему вооруженные силы некоторое время назад приняли решение, в соответствии с приказом министра обороны, усилить погранслужбу. А недалеко от границ в Латвии сейчас проходят военные учения? Это совпадение или прямая связь есть с ситуацией на границе? Разные есть учения. Это учения, которые необходимы для того, чтобы проверить взаимодействие внутри вооруженных сил, между большим количеством подразделений, тренировать логистику, передвижение и, конечно, командные линии как таковые. Вся Латвия необходима для того, чтобы тренировать наши вооруженные силы, чтобы быть готовыми защищать нашу целостность и суверенитет государства. И поэтому, в принципе, в каком месте мы проводим учения, это плановое покрытие всей местности, чтобы мы были знакомы всеми инфраструктурой, чтобы наша логистика и подразделения могли взаимодействовать не только внутри вооруженных сил, но и местными силами самоуправления и другими государственными структурами. Если мы смотрим шире, то не должны же учения все время проводиться в центральной части, около Ада же, или как это было с большими учениями на Мейс, когда у нас учения проходили, в принципе, в основном это центры и на Западе. Сейчас мы проводим такие учения и на восточной части Латвии. — Сегодня утром, буквально параллельно нашему эфиру, чуть-чуть пораньше нашей беседы, министр обороны заявил о том, что мы в шаге от задействования четвертого параграфа договора НАТО. Я так понимаю, речь идет о том самом договоре коллективной обороны. Чуть более подробно расшифруйте, пожалуйста, о чем может идти речь. — О чем будет речь, мне трудно сказать, потому что это обычно анонсирует или говорит. — Что подразумевает эта процедура? — Так, о которой страна требует задействовать четвертого параграфа. Четвертый параграф в основном — это параграф, который инициирует начало консультации между всеми членами НАТО, каким образом решать какие-то очень важные глобальные проблемы, которые в большинстве состоят из нарушений безопасности или угрозы безопасности. — Ну, конкретно касаемо ситуации на границе с Белоруссией, не только уже Латвия, но и Литва, и Польша, все члены блока. И может ли идти потенциально речь о каких-то военных операциях? — Я думаю, в данный момент задействования этого четвертого параграфа нет больших оснований. Прежде всего, здесь должен действовать Евросоюз. Евросоюз, который, в принципе, тоже взял какую-то обязанность на себя решать вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности всей территории 27 стран и, естественно, и границ. Поэтому, в первую очередь, здесь работает Евросоюз. Сейчас такая обстановка, что необходимо начать задействовать четвертый параграф, я лично не вижу. — Скажите, вот то, что сейчас происходит на белорусской границе, можно ли это назвать провокацией, своего рода таким испытанием, какими-то пробными силами, вот что, насколько, ну, дескать, потенциальный противник, как он отреагирует на такого рода проникновение через границу? — Абсолютно с вами согласен. Это часть из гибридной войны. И сейчас идет, ну, такая борьба, кто, честно говоря, выиграет. Выиграет ли белорусская сторона или польская сторона, выдержит этот натиск. Честно, и тут баланс между очень либеральными силами Евросоюза, которые считают, что здесь явное нарушение прав человека, потому что не пускают этих мигрантов внутрь Евросоюза. И с другой стороны, другая часть, которая считает, что гибридное оружие, которое здесь используется, людей, это абсолютно недопустимо с точки зрения безопасности наших стран. — Вчера прозвучала информация со стороны ВАЗ-ДРОШ-ВСДНС, ВДД, о том, что в ближайшее будущее возможно потоки мигрантов переместятся из Минска через аэродром Пскова. То есть, соответственно, через российскую границу они будут пытаться перейти, и тогда уже мы окажемся на фронтире. Как-то эта информация учитывается Вами? Стягиваются ли войска к границе с Россией, соответственно? Повышенное ли внимание уделяется этому участку границы? — Мы все учитываем, чтобы обеспечить государственную безопасность и защиту. Специально каких-то подразделений переместить к российской и латвийской границе нет необходимости. Но в то же время я должен отметить, что мы находимся в постоянном мониторинге, 24 часа в сутки наблюдения за состоянием дел. Сейчас состояние около границы Латвии с Россией абсолютно нормальное, спокойное. Мы оттуда не наблюдаем, но, честно говоря, у меня нет информации, чтобы оттуда были какие-то потоки, которые раньше были в Белоруссии, или вообще не были в Белоруссии, или это были бы эмигранты, которые в большинстве сейчас находятся в Белоруссии. Это и 80% выходцы из Ирака, чтобы эти эмигранты находились где-то в России и угрожали нам переходом границы точно в вашем участке, который вы сказали об российской и латвийской границе. Скажите, пожалуйста, по поводу помощи стран НАТО мы обсудили, но помощь стран Балтийского региона друг к другу, была информация о том, что Эстония предложила помощь в случае необходимости Латвии. Правда ли это? Это абсолютная правда. И Эстония это заявление сделала давно, и даже когда не было больших потоков ЗЭС, относительно больших для Латвии, 20 человек в сутки или немножко больше, она уже сделала раньше о готовности помочь Латвии, если такая необходимость была. Она, кстати, и то же самое заявила о Литве, так что в этом отношении единство трех балтийских стран, в том числе и с Польшей, у нас абсолютно реально и положительно. Напомню, мы беседуем с командующим национальными вооруженными силами Леонидом Калныншем. Ксмин Калнынш, некоторое время назад, в последнюю декаду октября, прошла информация о том, что пятеро военнослужащих были уволены из армии из-за отказа вакцинироваться. Как с вакцинацией на данный момент в вооруженных силах? Можно считать, что вакцинация в вооруженных силах закончена, и почти 100% наш персонал вакцинирован. Более того, 96% гражданского рабочего, рабочих силы вакцинированы. И у нас осталось 45, которые по медицинским соображениям ждут в свою очередь, когда они смогут получить вакцину. Конечно, и не исключено, что из этих 45 появится какой-нибудь, который скажет, что он не хочет вакцинироваться, по своим убеждениям, которые, конечно, в основном основаны на предубеждениях, которые в социальных сетях можем найти уйму. Хорошо. Огромное спасибо за уделенное нам время. Поздравляем с праздниками вас, с наступающими, прошедшими. В 11-м и с наступающим командующим национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калнынш был с нами. И вот мы поговорили о ситуации, в том числе, в основном, на границе с Белоруссией. И, как ранее было заявлено, в случае необходимости вооруженные силы способны и готовы незамедлительно реагировать на обострение этой самой ситуации. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня. Мы продолжаем наш эфир. Дальше у нас один легкий, интересный... Гость. Как еще описать гости? Удивительный. Из мира прекрасного. Удивительный. Удивительный гость из мира прекрасного, да. Вот такого тумана подпустим этим тоже ноябрьским туманным утром.